Бизнес-ланч Вашки для стильных ребят Мапачи Надежда Ферапонтова Надежда Александровна, здравствуйте Здравствуйте, Татьяна Вот вы победили в прошлом году В этом году, вот в июле месяце прошел очередной тоже конкурс Федеральный образовательный мама-предприниматель В прошлом году сумма гранта была такая же, как и в этом 100 тысяч рублей Вы вложили, вот инвестиции, помогли вам эти 100 тысяч в вашем деле? Да, помогли, все честно, получила эту сумму И для меня это был отличный толчок для того, чтобы начать масштабироваться Если раньше были маленькие партии, то вот эту сумму я пустила на производство И отшила к Новому году уже хороший тираж Тираж какой? Вот 100 тысяч помогли, насколько увеличится объемы выпуска? Ну, если я начинала с 3-4 рубашек в неделю, самый старт был, да То к Новому году было отшито порядка 120-150 По прошлому году участницы вас запомнили Вы представляли коллекцию Family Look Мы помним, был тренд, что один одинаково мама, дочка, папа, сын Это была такая актуальная история По-прежнему тренд этот сохраняется? Или все-таки вы от него ушли, потому что он уже отработанный? Ну, изначально у меня не было ставки на Family Look Вообще я больше делала акцент на мальчиков Вот, именно эту нишу хотела занять Потому что для мальчиков очень мало чего производится А что касается Family Look, они существуют Но это уже не такая прибыльная ниша Вот, потому что сейчас очень много производителей Кто делает на этом акцент И, как правило, семьи покупают это к определенному случаю Это к фотосессии, либо к какому-то мероприятию И, ну, это не такая прибыльная история Которую можно потом масштабировать И возвращать клиентов, чтобы они покупали от раз в раз Family Look То есть один купил, и уже вряд ли кто вернется Почему вот ниша сейчас свободная оказалась именно в одежде для мальчиков? Ну, я не могу сказать, что она свободная Здесь есть возможность заработать Да, это точно есть Потому что... И на чем больше можно заработать? Вы делаете рубашки и такие красивые бабочки Я делаю рубашки И рубашки это не простая клетка или полоска однотонная А это рубашки с интересными принтами С космосом, самолетами, машинками То есть это все под вкусы мальчиков Так как я сама мама, у меня сын и еще два племянника То, в принципе, я понимала аудиторию И понимала даже сама, как мама В детский сад, там, на праздник осени Хочется красиво одеть мальчика Вот, а в основном это просто белая рубашка и все Для мальчиков какие сейчас цвета, принты актуальны? Ой, самый бум... Что больше продается, скажем так? Да, самый бум это динозавры Вот с принтом динозавров Ну и, соответственно, классика это роботы, машинки, самолеты Вот это вот, это всегда, оно как бы такое, знаете, как флагман мой То есть на это приходит, а потом уже смотрят другие какие-то расцветки В целом рынок производства одежды, он сейчас растет детской? Детской растет, и причем растет именно у нас в России Мне кажется, очень много сейчас стали уделять грамотно внимание к этому направлению Потому что раньше не столько относились внимательно к одежде детей То есть сейчас такой тренд мамы Все хотят, чтобы одевались стильно И чтобы не только мама тратила деньги на себя, да Но и при этом как бы и тратила деньги на детей И сейчас очень много мам, которые тщательно подходят к продумыванию образа То есть это не просто наделай футболку и побежал А уже как бы так более осознанно, можно так сказать Какую сумму в среднем готовы потратить мамы, ну и папы в том числе Безусловно, это же общий семейный бюджет Ну смотрите, здесь это такое И что больше из, раз уж вы работаете в сегменте детской одежды для мальчиков Что больше продается? Ну смотрите, во-первых, очень сложно будет сказать, сколько денег готовы потратить Потому что целевая аудитория совсем разная И платежеспособность нашего населения тоже разная Да, я могу сказать там по московским меркам, сколько готовы Давайте возьмем все-таки столичный регион, Москва и Подмосковье Ну я могу так сказать, у меня рубашка стоит 200-2500 В среднем к ней добавляется еще комплект подтяжки и бабочка То есть средний чек в целом это 3000 рублей Вот, у меня очень много просят делать сейчас, чтобы был сразу комплект и были брюки Вот, то есть я вижу потенциал, что родители готовы на это тратить деньги Чтобы не тратить время на поиски, они готовы в одном месте все закупить То есть по московским меркам, насколько я вот так вот изучала рынок Я понимаю, что в среднем на одну покупку на ребенка на один лук Да, вот полностью составленный Готовы потратить где-то 3,5-4 тысячи рублей Берут больше для мальчиков какого возраста? Вот это прекрасный вопрос, потому что я долго ставила акцент на одну аудиторию Оказалось, что у меня на самом деле с 5 лет и выше С 5 до 12 вот это вот прям такое вот мое ядро целевой аудитории А я ставила больше на маленьких Самый покупательный сезон для детской одежды, он какой? В преддверии 1 сентября покупают одежду, в преддверии лета, может быть, я не знаю Какой вы? Ну, летом очень мало, ну, по крайней мере, в моем случае, не знаю Может быть, у меня еще такой слабый маркетинг, и я не настолько известна широкой аудитории Но, как показывает статистика, конечно, 1 сентября готовятся, потому что обновляют гардероб И в целом это поход в садик, да, и школы, и поэтому мамы сразу закупаются Вот, и еще к Новому году, вот эти два таких, я могу сказать, пика Но такой еще не слишком пик, но и горячий сезон, это апрель, когда готовятся к выпускным Вот такие вот три Какие объемы вот у вас? У вас все-таки производство, скажем так, да, ну, это производственная площадка у вас в Раменском Да Какие у вас объемы? Когда вот под сезон такой жаркий, насколько тоже увеличивается? Ну, я могу так сказать, что занимаюсь я этим еще не так давно, чтобы прям сделать полную аналитику Вот, а если я вам раньше говорила, что вот в декабре, да, 2018-й было отшито 120-150 рубашек То вот сейчас только одной школьной серии отшивается 500 единиц Только школьная Сколько у вас людей задействовано на производство? Ну, во-первых, так сразу тоже для слушателей сделаю немножко в сторону, что у меня не собственное производство Чтобы не подумали слушатели, что я вот так вот за год выросла и с помощью Гранда смогла открыть свой цех Нет, и это все отдается на аутсорс Вот, сотрудников там порядка 40, но это не то, что они там шьют все только на меня Они берут заказы и отшивают У меня где-то на производстве 3-4 мастера, которые занимаются непосредственно моим заказом То есть я отдаю, и они отшивают Почему вы выбрали аутсорсинг? Потому что очень сложно открыть наше производство Почему? Это большие вложения Сейчас же тренд на импортозамещение Как раз в легкой промышленности самое оно Можно воспользоваться и мерами господдержки Есть возможности лишиться конкурентов Потому что все-таки, ну вот, пожалуйста Поле для деятельности Вы и вошли на этот рынок в 2015 году Ну, смотрите Во-первых, это на самом деле очень такие крупные денежные вливания На которые, наверное, я пока не очень готова О каких суммах может и тереть, чтобы открыть хотя бы небольшой свой пошивочный? Цех вот делает там условно 500 наборов Ну, это порядка, наверное Я сейчас могу, так знаете, пальцем в небо Потому что оборудование стоит в разную цену Можно взять уже, которое где-то работало А можно в новое взять, да Мне кажется, порядка 2-3 миллионов рублей На небольшое производство Это еще не включает туда зарплатный фонд То есть это вот только помещение, ремонт и оборудование полностью А на аутсорсинге можно заработать? Да, конечно Это рентабельно? Вот в целом, какой процент берут люди, которые выполняют эти услуги? Процент от чего вы имеете в виду? Ну, сколько вы с ними делитесь суммой, я не знаю, платите им условно? Ну, это все договаривается, это же все прописывается в стоимость Если не хотите, может быть, с вами назвать? Ну, в среднем по рынку сколько это? Да, я, наверное, пока не буду говорить, сколько стоимость стоит рубашки А то вдруг у меня мои потенциальные клиенты слушают А потом его знают мою цену и подумают, что это такое Все обговаривается Вот, все индивидуально, все зависит от объема Чем больше партии, соответственно, тем меньше расходники И по ткани, и по стоимости пошивы и так далее Но это все в себестоимость зашивается Производство детской одежды для мальчиков Это рентабельное направление? Вот на нем можно нормально зарабатывать? Ну, у каждого свое же нормально Ну, вот в месяц о каком порядке заработка может идти речь? Вашего личного? То, что вы не дали своим четверым сотрудникам Мне вот поделились этот аутсорсинг А вот порядок заработка вашего личного Как вы считаете, ежемесячно, раз в квартал, раз в полгода? Ну, так скажу, от чего начинала и к чему пришла Значит, если раньше я там первые месяцы вообще ничего себе не забирала Все обратно в производство То сейчас я могу легко из производного, из своего цикла В месяц себе 120-150 тысяч оттуда забрать Но другой вопрос, что я стараюсь это минимально делать И, конечно, я беру себе зарплату, да Но большей части могу такой сказать совет, что полгода минимум не стоит брать Если вот вы сами начальник, да И не стоит сразу все сливки снимать и покупать там машины, квартиры и так далее Лучше это обратно пустить в производство Пока как бы у меня же объемы не такие высокие, да Я, конечно, могу оттуда взять там и 300, и 400 тысяч, да Но, а потом что? В целом объем инвестиций на первоначальном этапе Когда вы только начинали Вот даже то, что учитывая, что вы ничего не зарабатывали А снова-снова все вкладывали Какое у вас было? С 30 тысяч рублей С 30 тысяч вы вот стартанули до вот этого уровня Да Ну, это очень неплохая, я бы сказала Бизнес-стратегию сами разрабатывали? Вам кто-то помогал? Нет, мне никто не помогал Я сама набивала свои шишки И потом уже после проекта «Мам предприниматель» Я еще пошла на обучение К специалисту-продажнику, который там 16 лет в этом занимается Вот, и там уже я непосредственно на этом курсе прописала бизнес-стратегию То есть сейчас я уже понимаю, что меня ждет в сентябре, в ноябре, в декабре И там вплоть до следующего лета У вас стратегия, получается, рассчитана на год верстается А вообще максимум долгосрочная стратегия такого бизнеса Какое предполагает развитие на сколько лет вперед? Вот вы посчитали на год, это оптимальный вариант? Нет, во-первых, я на год просчитала, сколько мне нужно заработать А так я в голове еще держу, что меня ждет через три года У меня есть определенные цели Например, если я сейчас ткани заказываю, то я хочу печатать их сама Вот, то есть я понимаю, что это сейчас будет не в ближайшее время, а где-то через год Плюс пока у меня для мальчиков, но я в целом держу в голове, что вполне возможно, что я начну для девочек Потому что есть мамы, которые у них не только мальчик, но и девочка Они меня спрашивают, и мы иногда индивидуально даже шьем для них платье Но это такое прям разовая история Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что для вас по-прежнему работает открытая студия Радио-1 в Думе правительства Московской области С вами ведущая Татьяна Исакова Это программа «Бизнес-ланч» У нас в гостях победительница федерального образовательного конкурса «Мама-предприниматель-2018» Автор проекта «Яркие рубашки для стильных ребят Мапачи» Надежда Ферапонтова Надежда Александровна, а вот сейчас ткань где вы заказываете? Сейчас в России А почему за границей? А вот это очень, кстати, такая тоже история Кто слушает и хочет заняться своим бизнесом Вот ткани, особенно для детей Мне кажется, это такая прибыльная ниша Потому что в основном ткани Это для женских линий или для мужских Найти интересный принт именно для детей Это очень сложно А для мальчиков это вообще нереально, мне кажется Заказываете в каких странах? Есть и китайские, и польские, и американские хлопок То есть в целом в разных Заказываете исключительно хлопок? Да Почему хлопок? Сейчас же тренд на всё, скажем, да, экологичное Но на такую экологичную синтетику Всё с приставкой «эко», «переработанное», «непереработанное» Ну вот различные вот такие вот используются Ну да, я знаю, такой тренд, да Но в первую очередь я расцениваю Именно смотрю на это всё как мама И у меня вот сын в третий класс, да, вот закончил И когда я изучаю, что ему покупать Вот меня не устраивает качество синтетики Могут делать приставки разные, эко и так далее Но я не уверена в этом качестве, что это действительно эко Может быть, мне это не так хорошо донесли Вот, но я пока вот приверженец стопроцентного хлопка По старинке, можно так сказать Покупаете в каких объёмах и за какую стоимость? Раз приобретаете за границей, безусловно, на стоимость влияет? Это очень влияет, да, это моя боль Потому что одно дело, когда там покупается 3 метра ткани, да А другое дело, когда это покупается уже там 30 или 50 метров одной расцветки, да А у меня там около 12-15 расцветок Вот, и, конечно, это очень дорого У меня в среднем выходит метр где-то около 470-500 рублей Это вообще, вот, если текстильщики меня сейчас услышат, они просто за голову возьмутся Потому что в среднем для женского, например, да, платья Ткань стоит там полтора доллара, это считается максимумом Вот А у меня, вот, считайте, да, сколько раз я помешаю Выходите из этого бизнеса, у вас есть долгосрочная стратегия Вы считаете, что-то там выбираете сами Договариваетесь, может быть, тоже о каких-то скидках Ну, о скидках, да Как вообще взаимодействие происходит с поставщиками, с этими производителями? Ну, в основном, это на самом деле в интернете, конечно Вот, о скидках всегда нужно думать И если раньше я как-то этому стеснялась и не писала, даже не спрашивала То сейчас я уже себе это как-то так наработала, что всегда Я говорю в конце там заказа, какие есть бонусы или скидки В целом, ну, ведутся переговоры в основном по переписке Потому что я не езжу, пока никуда не летаю Единственное, вот у нас на ВДНХ часто проходит выставка специализированная по тканям Вот, оттуда тоже я взяла пару контактов Например, там интересный контакт с Италией Но пока я с ним не сотрудничала Но у них очень приятные ткани и по расцветке, и по цене в разы ниже, чем я брала То есть для меня это такое, знаете, еще изучать и изучать эту нишу Для того, чтобы печатать собственный принт на ткани, как вы планируете в дальнейшем, что нужно? Нужно, ну, во-первых, я изучала в Москве Есть даже некоторые компании, которые этим занимаются Ну, так, чтобы вы понимали в цифрах Если сейчас у меня метр ткани, который я заказываю, выходит мне 450-500 рублей В зависимости от объема и расцветки То у нас напечатать 1 метр ткани на 100% хлопке выходит около 920 рублей Вот так вот А делать самим? А самим, ну, это вот, получается, опять же, если только просчитывать долгосрочный какой-то такой вот план Нужно какое-то специальное оборудование для этого? Да Какие-то специальные краски? Краски, оборудование, да И насколько это будет рентабельно, непонятно То есть одно дело, если мы говорим про Мосмаркет, где там по всей России магазины, да И они понимают, что у них там одна рубашка, например, будет просто в миллионном тираже То, конечно, имеет смысл об этом говорить А когда у меня пока еще такие объемы небольшие, это такой рискованный ход Учитывая ваши долгосрочные планы работы на рынке, вы планируете на какие масштабы выходить? Есть у вас идея, понятно, у вас такая дизайнерская все-таки история Делать дизайн промышленными масштабами можно, в принципе, да Но насколько тогда это будет зависеть цена? Значит, и цена должна быть, соответственно, ниже Как планируете, в каком направлении развиваться? Будет вот какой-то вот я эксклюзив, несколько, да, вот у меня выпущено, но дорого Либо у меня их много, но дешевле Как говорят все, кто обучают, самое невыгодное брать среднее, а я вот беру среднее Вот, потому что я не хочу уходить прямо в премиум класс Вот, но при этом я не могу, я понимаю просто даже по цифрам, я не могу себе позволить спустить стоимость рубашки там 350 рублей Но это никак просто физически не получится Поэтому мне хочется что-то среднее Естественно, мне хочется выходить на регионы Мне хочется работать не только с крупными нашими, да, миллионниками, городами Сейчас вот, кстати, недавно, буквально месяц назад У меня заключился договор с магазином из Новосибирска и Новороссийска То есть две разные вот Сложно заключать договоры с какими-то магазинами и в целом выходить в торговые сети? Сложно, потому что не каждый верит в продукт Это надо уметь продать его, грамотно преподнести, сделать презентацию Вы продаете каким образом? Договор, это франшиза, очень многие коллеги по рынку используют Или вот вы прямо, вот я захожу и просто даю товар там И делитесь определенный процент Да, мы делимся процентом, да Я стараюсь соблюдать так, чтобы цена оставалась такая же, как и у меня Но при этом я отдаю некий процент Я пишу презентацию письма, да, где я полностью расписываю Какая выгода от того, что есть этот магазин у вас Ну, есть мой товар у вас в магазине Вот, соответственно, потом мы уже обсуждаем по процентам И первую закупку делают И меня не отдают на реализацию товара Нет, абсолютно у меня был опыт, это не очень Вот, потому что никогда нельзя отследить, что с этим товаром потом будет И могут вам через полгода его вернуть И такие замороженные деньги получать Вот, поэтому все выкупается Ну, делайте предзаказ Как правило, я иду на лояльные условия Что могут там чуть ли не по одной рубашке расцветки взять И повесить у себя в магазине Но это все равно они выкупают А потом уже дальше мы смотрим на динамику продаж Какие все-таки объемы планируете Объемы Для того, чтобы завоевать Наполеоновский мир, да Ну, мир пока я не... Масштаб России рассматриваю Мне, конечно, хочется выйти на франшизу У меня многие отговаривают Не надо выходить в офлайн Что говорят, что об этом уже можно забывать Все покупают в интернете Говорят, что это невыгодно Все-таки уходим сейчас Потому что продуктовый онлайн Вот пока не так глобально растет А действительно обувь, одежда Они там скаканули Даже вот по... Если взять вам 18-й год Аки, да, вот их данные Там более чем наполовину Фактически 60% плюс Ну, это можно понять Потому что люди экономят свое время И пойти в торговый центр и найти вещи Это, ну, просто угробит день А сейчас многие, ну, ценят Какой ресурс мы не можем вернуть У вас есть свой цифровой маркетплейс Или, может быть, планируете заходить тоже В другие крупные, глобальные В том числе и российские, и международные Я уже представлена на такой глобальной площадке Как Wildberries Вот, и плюс у меня пока свой инстаграм-площадка Но я планирую, да, еще посотрудничать С другими маркетплейсами Такими, как Ламода, например, Беру Как-то смотрели тоже, кто заказывает Вот с вашего маркетплейса Основной заказчик это кто? Это жители столичного региона? Или приобретают Вот, как сказали, у вас уже два, можно сказать, магазина Приобрели ваш товар Будут его представлять Они за пределами, далеко, я бы даже сказала Это Сибирь, Новороссийск Да, это вот удивительно Но на самом деле очень много Кто заказывает не в столице Конечно, Питер и Москва Это такие основные покупатели мои Но есть и по России очень много Кто покупает И на Сахалин мы отправляли несколько посылок Те люди, которые покупают по средствам интернета Они покупают, естественно, больше объема Или нет? Или это такой же покупатель, который приходит в офлайновый магазин Но только он экономит свое время Потому что вот он выбрал и все А объемы те же самые и суммы те же самые Ну, про суммы что вы имеете в виду? Ну, сумма заказа, скажем так Вот чек, который они единовременно тратят в онлайн-магазине Он такой же? Да Вот, который вы изначально, да, называли? Да, да, да Там сумма, в принципе, такая Все то же самое, да Так же, да Другой вопрос, что выйдя в торговый центр Человек может зайти там в мой магазин и в соседний И потратить намного больше сумму, да А у меня он, получается, я же не знаю Я не могу отследить Может, он зашел ко мне в магазин А потом после зашел еще кому-то купил Вот, это я не могу отследить Но то, что покупатель такой же Это да, он пришел, купил мне Тренд на импортозамещение, скажем так Породило очень много известных дизайнеров Наших, отечественных Они у нас всегда были Но они были такие известные дизайнеры На уровне нашей страны Но многие сейчас наши дизайнеры Они выходят действительно на международный уровень Их берут и модные дома Попокупают их Они идут там и бренд-менеджерами Работают разработчиками там И директорами линий И в том числе и покупают их коллекции Неважно, даже не идут они там условно Под какой-то там известный бренд Покупают прям их даже коллекции И многие известные там Селебритис вот выходят Я вот там вот в этом платье Все это сфотографировано Здесь вот для того, чтобы выйти на такой уровень С чего нужно начать Это выйти в международный маркетплейс Вообще, насколько сложно в него зайти? В международный, ну, не так уж сложно Мне тебе интересно вот выйти на вот такой уровень Возьмем Азию Которая сама, безусловно, все очень дешево И много производит Но они покупают очень много сделанного В том числе и в России Если это какие-то эксклюзивные варианты Они покупают или все-таки больше вот купипастят Воруют, условно говоря Вот тут затрудняюсь ответить Потому что не проводила такой прям полный анализ Глубокий, насколько там Мне кажется, в Азии там и своего настолько много И мы, наоборот, привозим оттуда Вот я даже знаю несколько моих коллег Которые, например, делают свою линейку И помимо этого еще разбавляют тем, что привозят с Азии Вот, поэтому, насколько мне это интересно Не знаю Я, наверное, такой человек Мне надо поступательно Сначала давайте я вот здесь разберусь А потом вот дальше смотреть Есть такая проблема, что плагиатят Купипастят Как вот с этим боретесь? Ой, это вообще такая печаль Потому что я даже знаю, что и мониторю конкурентов И вижу даже нескольких Которые прям чуть ли не находят поставщиков моих И также отшивают рубашки Вот Это, ну, это есть Это у всех было К этому надо спокойно относиться Просто нужно двигаться дальше И не оборачиваться И на них главное не смотреть И не тратить свою энергию, силы На то, чтобы переживать Что они там у меня что-то скопировали Они голову и мозги ваши В любом случае не смогут скопировать Как-то законодательно Эта проблема решается? Ну, вот сейчас я, например, регистрирую товарный знак Но насколько вот это вот потом мне будет помогать Честно Я как бы Зарегистрирует товарный знак У вас мапачи Да Испанский Енот Енот, да Переводится Сложно? Да, в принципе, нет Ну, самому, наверное, сложно Я как бы обратилась к специалисту И меня курирует Она говорит просто, какие нужны документы Сколько по сумме вам Вся эта история обходится Вот ваша с енотом? Чуть меньше Ну, где-то порядка, наверное, 60-65 тысяч Вот так вот То, что у вас Испанский мапачи Это вот как раз амбиция Что вы хотите выходить там на экспортные рынки Испаноговорящие Я не знаю Ну, условно Все-таки вы же не выбрали там Енот Наш российский Я ориентируюсь со своим енотом На своих русскоговорящих Ну, не, ну, просто с мапачи такая История Это просто подруга, которая Корнями у нее Испания Она просто мне бы сказала Вот, да назови так И все Я вот, честно, никакую философию Это длительная вот стратегия В названии вот этого бренда Вообще у меня такого не было Да, да, да Мне нужно было что-то краткое, емкое И плюс, чтобы был какой-то персонаж Ну, потому что дети Все-таки хотелось как-то это вот Чтобы был какой-то персонаж Который будет вот так вот Ассоциироваться На ближайших наших соседей Лагерь вот СНГ тот же Бывшие страны Советского Союза Вы рассматриваете их? Все-таки мы в одном русле В едином тренде У нас ценовая будет И политика такая одинаковая И потребности, в общем-то У нас не различаются Да, они точно рассматривают Вообще, конечно, хочет расти и развиваться И я только за Если там обратятся магазины оттуда Чтобы переговоры вести Потому что пока это очень сложно Покупатели интернет-магазина Из вот других стран Которые ближе к нам были По России покупают везде Вот даже Сахалин заказывает А вот наши ближайшие соседи Приобретают? Приобретают, но Были вот заказы? В меньшей степени, да Из Белоруссии были С Украины тоже Но, опять же, я не делаю рекламу На те пока регионы и страны Я пока вот запускаю рекламу Именно в те точки, которые мне интересны Надежда Александровна, спасибо Гостям открытой студии Радио 1 в Думе правительства Московской области Была победительницей Федерального образовательного конкурса Мама-предприниматель 2018 Автор проекта Яркие рубашки для стильных ребят Мапачи Надежда Ферапонтова Это была программа Бизнес-ланч Для вас работала ведущая Татьяна Исакова Оставайтесь с нами Спасибо Бизнес-ланч